Итак, у нас сегодня с вами опять проект «Деньги», занятие шестое. И сегодня будем открывать глаза и развенчивать мифы на тему наших долгов. Как мы туда попали раз, кому мы задолжали два, и что с этим делать, и как можно, собственно говоря, подняться над всем этим, изменив свое положение, улучшив качество жизни, и при том, при всем оставаясь честным, порядочным, достойным человеком. Начинаем, как всегда, из прошлого, из того, что на этой Земле, если вы будете внимательны, то система как самообразующаяся такая, замкнутая, потому что мы пока не имеем, как бы нас не вещали нам на тему того, что мы почти уже где-то там с инопланетянами-то уже встречались на платформах, летали, и практически уже готовы, осталось чуть-чуть. Но наша жизнь на сегодняшний момент имеет достаточно серьезные, устойчивые такие правила, в которых мы с вами существуем, имеем к этому то или иное отношение. И опережая немножко ваши вопросы, чуть-чуть побольше расскажу о том, что бедности на Земле нет. Есть ущербное, обретенное, как с ума по жизни сознание человека о том, что он бедный, как заключительное по отношению к себе устойчивая оценочная позиция в силу среды обитания, в силу навязанных убеждений и в силу того, что ни разу человек, на сегодняшний момент не имеющий того качества жизни, в котором бы он хотел находиться, не позволил себе произвести или сотворить, или сделать, или хотя бы попробовать хоть какие-то собственные изменения в том направлении, в котором его мечты и чаяния так беспокоят его ежедневно. Итак, для того, чтобы нам все-таки начать в этой жизни что-то менять, нам нужно с вами разобраться с памятью, которая бессознательно очень устойчивая, имея сетку значений, как чувственно-эмоциональных оценок, именно ограничений, запретов, всевозможных глупостей, всевозможных, надетых на голову, предубеждений, что он что-то может, что-то не может, что-то он имеет хотеть право, что-то он не имеет хотеть право. Кто-то убедил его в том, что можно что-то делать, чего делать нельзя, кушать, жить, смотреть, двигаться, позволять, не позволять, много всего чего, откуда, собственно говоря, наша с вами двойственность имеет место быть. И давайте посмотрим, когда любой из нас родился, неважно, просто родился, первый крик младенца подразумевает, что это природа, как бы мы от неё не открещивались, как бы мы не пытались придумать себе красивую историю на тему того, что мы тут прилетели, нас тут высадили, нас тут одухотворили, нас тут там ещё что-то с нами сделали, нас тут модифицировали, нам ещё там как-то что-то там объяснили, надели, функционал вставили, включили, неважно. На сегодняшний момент мы имеем очень обоснованную, научно доказанную картину о том, что человек рождается, и он тело, с набором внутренних телесных ощущений. Мы можем смотреть, мы можем слышать, мы можем осязать, мы можем обонянием различать, и мы можем или имеем вкусовые рецепторы. Это всё то, при помощи чего каждый из нас начинал познание мира согласно той среде обитания в тех золотых, тёплых, достойных, любящих руках, где посчастливилось нам родиться. И вот теперь смотрите, как это интересно начинает заполняться. Значит, мы имели, как любой другой ребёнок, глазки, и увидев что-то в большем пространстве, условно предмет какой-то, да, обязательно при условии вижу-хочу, включается двигательная система тела, это начинают двигаться ручки-ножки, как-то переворот туловища, и двигательная система идёт навстречу предмету, включая кратковременный процесс из расчёта подползти и взять. Этот процесс непроизвольный. Почему на сегодняшний момент, если мы смотрим на взрослых людей, которые якобы уже чему-то научились, якобы что-то умеют, якобы в чём-то разбираются, но как только видят красивый предмет, как только видят, как им кажется, недосягаемый предмет, мы же о долгах и о деньгах, да, мы прям непроизвольно, прям побежали, кредит взяли и предмет обрели. И с этого момента начинаются последствия. Потому что предмет уже есть, активность уже произведена, но ребёнок, если мы откатываемся в прошлом, как регрессирующую такую внутреннюю понятийную базу, то у ребёнка денег нет, у него есть только от него самого, как от тела, до предмета расстояния, которое ему нужно преодолеть, и тогда ему будет счастье великое. И этот предмет. На сегодняшний день долговые обязательства, забегая чуть-чуть вперёд, мы имеем или по отношению к людям, или по отношению к кредитным системным организациям. И больше человек абсолютно уверен, что он никому ничего не должен. И это применительно к деньгам, а деньги – это эквивалент товара, за который нужно заплатить для того, чтобы получить его условно в собственность. Чуть-чуть забегая вперёд, могу вас разочаровать, что квартиры, машины, ещё там какие-то даже медикаменты, они в условной нашей собственности, потому что квартира, если вы её не будете оплачивать, поддерживать, нести в ней ремонт, как-то её благоустраивать, то она включит кнопку энтропии и начнёт разрушаться, и она будет уже непригодна для жилья, и, собственно говоря, её ценность, на которую человек рассчитывает, она будет моментально очень быстрая и именно так достойным образом, разрушаясь, обесценивать. Точно так же, как вещь, точно так же машина. Если в машине вы что-то с ней сделали, условно на кочку попали, колесо отвалилось, то если не будет, ну, я не знаю, в Мерседесе, в Мазде запчастей, то ваша машина перестанет быть ценностью предметной, потому что её функционал нарушится. Любой предмет конечен. Почему ажиотажная система «Мы исполним вашу мечту, приходи, я тебе дам»? Это только ради того, чтобы при помощи предмета человека поставить в долговую зависимость. Потому что человек живёт гораздо дольше, нежели, чем любой предмет. Он интенсивен в своих непроизвольных кратковременных действиях, и двигательная система — это как побуждение, то, что я вижу, то я хочу, и мне это очень нравится, и запускает систему долговых обязательств в качестве предметов, да, или по отношению к предметам. Это очень ценная информация, потому что любая кредитная история или любые ростовщики, они только на это и рассчитывают. Есть понимание, о чём разговоры? Это всё связано с нашими глазками. Чем ярче, чем круче, чем больше вспышек и представлений как шоу, тем в большей степени кратковременно действует непроизвольная активность. Побежал, купил, очнулся, попал. Есть понимание? Как только со зрительной историей мы, ребёнок, да, начинает разбираться, в этот момент могут включиться ограничения. Ограничения будут обосновываться уже на уровне слова, чтобы он услышал. Или наоборот разрешительная база, потому что всё, что можешь, из расчёта того, чтобы обрёл данный ребёнок в данной семье определённое качество выбора. Чем нужно, чем нельзя, долговечность, прочность, экологичность, там это уже следующая история. Значит, когда ребёнок слышит что-то, у него включается эмоциональная форма восприятия. Приятно, неприятно. Музыку можно сидеть и слушать, не двигаясь. Это другая история. Здесь уже идёт форма внушения, потому что если нужно слушать только вот эту музыку, а другая никчёмно, неприлично и нет сравнения на уровне ощущений, то происходит, поддавливается эмоциональная часть ребёнка. И тогда эта эмоциональная часть очень долговременная. Хочется – нельзя. Долговременность всегда произвольная. Как это выглядит в нашей жизни? Когда какой-то хороший достойный магазин, какой-то там развлекательный центр, какой-то торговый центр, вы замечали, что там всегда при входе музыка играет? И если ещё раз внимательно посмотрите, то есть люди, которые заходят и раскрепощаются, а есть люди, которые разворачиваются и уходят, и ищут вход без музыки. И здесь или включается эмоциональная плюсовая история, поднимается настроение, и если у человека настроение поднялось, значит, он включает зрительную историю, начинает двигаться интенсивно при движении, кратковременно зашёл, вышел. Почему всегда в хороших, достойных магазинах очень мало висит платьев? Я вот с этим лично разбиралась, думаю, что ж такое? Там заходишь, навалено всё, а тут раз, два, три. Да для того, чтобы кратковременность быстро увидел, быстро взял, и потом непроизвольно говорит, девушка, есть такой, да, есть такой, раз, 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 и всё. А вот в эмоциональной части – это долговременная история. Если музыка нравится, если голос человека нравится, если нравится та конструкция словесная, которая цепляет эмоциональные значения сетки чувственных, да, да, у нас хорошая сегодня ставочка, мы вам сделаем дополнительные там какие-то скидочки, вы обязательно поедете на Мальдивы. Спасибо.